Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Ваня Барзиков и Саша Задойнов покинули остров. Девушки же пока остались на Сейшелах. Скоро там начнутся съемки второго сезона шоу «Остров любви». На остров уже прилетела Ксения Бородина и новые женихи Олег Бурханов и Артур Ратнер. По информации от Саши Харитоновой, Ира Пинчук уже вовсю обнимается с Олегом Бурхановым. Ира же опровергает эти слухи. «Ребята, я не понимаю, что происходит. Такое ощущение, что на данный момент придумывают все, чтобы наша пара не выиграла. Какие-то слухи непонятные про меня и про Олега. Если есть какие-то вопросы, то спрашивайте у меня». Ваня Барзиков беспокоится, чтобы его фанаты не запутались в правилах финального голосования. Он объясняет, для того, чтобы отдать голос за нас сырой, вам нужно проголосовать за пару Саши и Мексики, то есть против них. Свой голос нужно оставлять против той пары, которая не должна победить. Голосование в ТНТ Клаб идет до 31 октября. И в этот же день состоится съемка финального шоу, на котором объявят результаты голосования. А эфир будет 7 ноября в 11 часов вечера. Недавно состоялось последнее ток-шоу первого сезона шоу «Остров любви». Лиза Кордобовская пишет, «Ток-шоу получилось интересным. Открылись скрытые записи, что сыграло не в лучшую сторону для Иры и для Вани. А Саша с Мексикой были довольно открыты и на провокации не велись». На Сейшелу уже отправились и девушки-невесты, которые будут принимать участие во втором сезоне. Илья Яббаров и Катя Кауфман извинились друг перед другом и помирились. Новая участница, Саша Перетядька, решила переключиться с Костей Иванова на Сашу Вейса. Перетядька ходит, предлагает Вейсу накормить его, а девушка Вейса Элен сказала ей, чтобы она не подходила ближе, чем на 10 метров. Алиана Устиненко написала слова благодарности тем, кто поддерживает ее и сочувствует после смерти мамы. «Я не знаю, как вернуться к жизни. Грустно, одиноко, пусто в душе. Если бы не мой Робик, то рядом бы легла и все. Его оставить я не могу, я ведь тоже ему мама, и он тоже боится остаться без меня. Я буду делать все, чтобы она сверху гордилась мной и не переживала за меня. Она мой ангел». У Ильи Григоренко и Алены Ашмариной до сих пор все хорошо в отношениях. Илья написал пост «Сегодня нам с тобой два года. Спасибо тебе большое за все. Ты самый дорогой человек для меня. Прости, если я не прав или обидел тебя. Я тебя люблю». Поклонники проекта обсуждают разлад в семье Тарасовых. Он с каждым днем становится все очевиднее. Бузова давно уже не выкладывает в сеть фотографии с мужем, не рассказывает о том, как они счастливы, не хвалится подарками от Димы. И Тарасов почти всегда находится с друзьями или родственниками и ни слова не говорит об Ольге. В сети появились свидетели, которые видели Диму в компании другой девушки. Они мило ужинали в одном из ресторанов. Ее зовут Анастасия, она очень привлекательная. И вполне возможно, что именно она стала причиной разлада в семье Тарасовых. Вот некоторые комментарии зрителей. Пока все на уровне слухов, трудно комментировать. Хотя этот брак был обречен на провал изначально. Бузова любит только саму себя. И способность отдавать любовь ей неведома. Просто Тарасов наконец понял, что он мужик. А у Бузова звездная болезнь. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома 2 на канале ТНТ.